Поставки мебели, натуральной косметики, текстиля и других товаров намерены увеличить из Белоруссии в Приморье. Для этого в регионе планируется создать оптово-распределительный центр непродовольственных товаров. Губернатор края Олег Кожемяка обсудил данную инициативу посла Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрия Крутого на полях выставки форума «Россия в Москве». Дмитрий Крутой поздравил Олега Кожемяка с Днем Приморского края на выставке и проинформировал о результатах ранее заключенных договоренностей между территориями. Корзина наша экспортная и импортная расширяется, появился ряд новых позиций. Это удобрения, это мониторы, ноутбуки. Наше предприятие «Горизонт» начало поставлять. Приморский край – это мебель. Выросли определенные объемы определенных видов мебели, оптика, различные виды оптики. И гражданского, и военного назначения. Конечно, мы всячески эти тенденции будем поддерживать. Спасибо вам огромное в личной и вашей команде за покупку белорусской техники. У нас тоже рекордные будут цифры в этом году. 219 единиц всех наших известных брендов. МТЗ, МАЗ, БелАЗ. Плюс к зимнему сезону 60 единиц техники «Амкадор». И коммунальные, и грейдеры, погрузчики. Поэтому, в принципе, как мы с вами и договаривались, на 2024 год уже сформирована предварительная пока заявка на 500 единиц. Ну, туда и лифты мы еще включили. С учетом вашей программы по реконструкции старого жилья и по новому строительству. Поэтому вот в части, скажем так, промышленной все отлично, все продвигается, двигается. Также растут поставки белорусских продовольственных товаров. По словам Дмитрия Крутого, еще 13 поставщиков работают с Приморьем. Они экспортируют консервы, детское питание и соки. Страна также заинтересована в создании на территории Приморья оптово-распределительного центра непродовольственных товаров. Олег Кожемяка поддержал данную инициативу, добавив, что Приморью нужна тяжелая техника для гидрологических работ, пассажирские автобусы, приобретения лифтов в лизинг. Стороны обсудили и развитие отношений в области образования. В следующем году планируется увеличить обмен студентами, в том числе сельскохозяйственных профессий. Образование, Дальневосточный университет, то, что мы с вами обсуждали, обмены, соглашения подписаны. Я думаю, в 2024 году значительно увеличим по разным специальностям и по разным направлениям обмену группами. Да, для нас важно и сельскохозяйственное направление, то, которое имеет значение для нас. То есть, первые три курса мы можем обучать у себя специализацию по картофелеводству, по растеневодству, по закрытым громтам, по молочному животноводству. Это тоже имеет большое значение. Так же, как и, скажем, общеобразовательные все дисциплины мы можем проводить в нашей сельхозакадемии. До третьего курса специализация по деревообработке, то есть, по другим направлениям, связанным с лесоперерабатывающей промышленностью, она, конечно, интересна у вас, потому что у нас просто на данном этапе этого нет. И здесь мы могли, конечно, опираться на ваш уже многолетний опыт и доучивать специалистов там, на месте. Уже по профилю. Да, да, да. Такая практика имеет место быть. Я думаю, что она очень весьма-весьма полезна. И мы готовы ваших студентов на нашем восточном факультете в ДВФУ обучать уже специализированным языкам, китайским, восточным языкам, которые тоже для вас имеют большое значение в силу такого прогрессивного развития отношений между Республикой Беларусь и Китаем. Для увеличения турпотока рассматривается возможность запуска прямого авиарейса из Приморья в Республику Беларусь. Также сближению способствуют такие спортивные мероприятия, как Дети Приморья. В них будут участвовать ребята из КНДР, Монголии, Китая.